Всем привет! Меня зовут Дарья Тарасенко и рядом со мной косметолог Татьяна Зубова. Сегодня будем говорить на тему страшную, но очень важную. Будем говорить про варикоз, а точнее про то, что же делать, чтобы он не наступал как можно дольше. И для начала, Тань, очень хочу понять, кому он вообще грозит и с кем такая штука, как варикоз, может случиться и в каком возрасте. Да, даже в частности говоря про варикоз, мы говорим про варикозную болезнь нижних конечностей. Риски, группы рисков достаточно много, потому что у этого заболевания существует множество причин, это политеологическое заболевание. Поэтому мы не можем выделить возрастную категорию, потому что существует генетика. В достаточно раннем возрасте мы можем уже получить варикозную болезнь нижних конечностей. Вторая группа риска – индекс избыточной массы тела. Индекс массы тела больше 27, риск развития варикозной болезни возрастает до 33%. Поэтому мы должны следить за своим питанием однозначно. Женщины. Женщины являются одной из группы рисков, потому что у них существует несколько периодов, когда они могут получить это неприятное заболевание. Первый период – это, конечно, репродуктивный возраст во время беременности, когда объем циркулирующей крови увеличивается, идет нагрузка на забрюшенные вены, поэтому риск возрастает. И климактерический период, когда идет у нас дисгормональные нарушения. Дальше. К группе риска мы отнесем профессии, в которых нам приходится долго стоять, долго сидеть и поднимать тяжести. Бегуны и тяжелоатлеты, как бы не казалось, они спортсмены, они тоже относятся, конечно, к группе риска. В принципе, мы с вами осветили 90% людей. Так, что делать? Собственно, как для начала можно вообще понять? В мире и в России существует несколько классификаций, мы сейчас не будем с ней разговаривать, потому что мы к этой теме больше подходим как к решению профилактическому. Какие-то получаем симптомы, то, что нас беспокоит, мы идем к замечательному специалисту, это доктор Флеболог, и дальше уже под его руководством мы введем лечение, профилактику и наблюдение. Сегодня мы больше будем затрагивать профилактику. Что сделать, чтобы этого не случилось? К концу дня появляется усталость ног, отечность, которая к утру проходит. В частности, нас будут беспокоить отеки, тяжесть. Иногда в саде уже с компенсацией мы будем получать судороги в ночное время. Достаточно серьезные симптомы, но существует ряд профилактических мер, на которые мы всегда должны обращать внимание. Мы долго сидим на работе, долго стоим, но мы можем периодически вставать, просто проходиться, два-три приседания, движения стопами, для того, чтобы улучшить микроциркуляцию. Сейчас мы с вами уже, идет замечательная процедура прессотерапии на аппарате StarVac, который производится во Франции. StarVac, как я говорю, не производит просто аппарат. Каждый аппарат содержит в себе один-два патента. В данном случае здесь у нас запатентованная Active Wave, активная волна. Что значит? Наши замечательные штанишки разделены на сектора. Эти сектора медленно наполняются, что дает эффект максимально глубоких мышечных сокращений, про что мы с вами и разговариваем, про физиологию. После того, как наполнится на стопах, она переходит выше коленей, бедра, и здесь у нас с Дашей спрятана замечательная... Прятана с Дашей жиром. Замечательная еще часть аппарата – это накладка, можно сказать, на область живота. Если нет противопоказаний, такие как новообразование, объемные новообразования, камни почек, желчки. Если у нас все хорошо на фоне полного здоровья, мы хотим профилактировать варикоз, мы хотим заниматься красотой. Аппарат еще помогает нам, конечно, бороться с целлюлитом. Коррекция фигуры, пресс и дренаж – это один из первых этапов, когда нам нужно откорректировать силуэт. То есть мы можем сказать, что это будет первый этап для коррекции фигуры. Вообще, в лечебных целях или в целях профилактики варикоза мы с Вами можем делать эту процедуру один-два раза в неделю. Курсом интенсивным 10-15 процедур можно делать один раз в две недели, только для профилактики варикоза. И делать это постоянно. То есть можно вот просто раз в две недели вот такое вот... Пришел, полежал и ушел. После 30 минут данной процедуры ты чувствуешь легкость и видишь сразу уменьшение объема. Но также я хочу сказать несколько слов о насадке, которая идет на живот. Она как раз сейчас давит. Она не менее важна, потому что у нас идут замечательные там заброшенные вены. И мы здесь через брюшную полость воздействуем на грудной лимфатический проток. Это такой ствол, куда собирается вся лимфа у нас со всего организма. И разницы давления мы с Вами его прокачиваем. Естественно, когда уходит лимфа из основного ствола, с мелких-с мелких-с мелких сосудов, она у нас поступает в грудной лимфатический проток. Нам главное улучшить поток и поработать с грудным лимфатическим протоком. Вообще существует такая теория, что красота нашего лица зависит от красоты нашего тела. Параг помогает в создании красоты нашего лица. Отехи на лице у нас могут уменьшаться за счет получения микроциркуляции, нижних конечностей и брюшной области. Так иногда задумаешься, насколько все связано между собой и страшно становится? Нет, страшного ничего нет. Главное это предупредить заболевание, а если оно уже существует, ни в коем случае не лечить себя самому, а довериться все-таки врачам, профессионалам. И тогда уже в прекрасной команде со специалистами по профилактике, со специалистами по эстетике. Иногда приходится обращаться и к сосудистым хирургам для уже удаления расширенных ветв варикозных, для склерозирования их, то есть различные методики хирургического вмешательства. Существует терапия, существует хирургическое вмешательство, существует профилактика, в которую еще также входит, уже врачебно используется, назначается компрессионное белье.